Населенный пункт хоть и отдаленный, но все необходимые социально-культурные объекты имеются. Здесь есть несколько продуктовых магазинов, фельдшерский акушерский пункт и дом культуры. В центре поселка мэр пообщался с местными жителями. У нас лучшие дороги. Вот Верхняя Новая и Верхняя Гобза, Армавирцы сделали дорогу. Такой дороги, кроме федеральной дороги, нету. Прекрасная дорога. Последние годы перебоев, вот представьте водоканал, перебоев в воде не было. Перебоев газа в принципе нет. На улицах поселения проводят масштабные работы по замене столбов электроснабжения. Также по программе «Народный фонарь», утвержденной мэром курорта, дополнительно установят 22 уличных светильника. Теперь темнота местным жителям не грозит. Мы планируем до 10 сентября произвести полный капитальный ремонт системы электроснабжения села Верхнеармянское Лао. Это замена 170 столбов, установка двух новых ТП. Их уже поставили, но они еще пока не подключены. И почти 6 километров распределительных систем электроснабжения. Можно будет сказать с твердой уверенностью, что в данном населенном пункте сфера жилищно-коммунального хозяйства находится в полном порядке. Посетил мэр сельский дом культуры. Здание построено в 1982 году руками местных жителей. Две недели назад стихия сорвала крышу. Сейчас идет восстановление кровли за счет муниципальных средств. Полностью работы в сельском доме культуры планируют завершить в середине сентября. Проверил глава и как организован досуг сельских ребятишек на детских спортивных площадках. Мэр остался доволен увиденным. Он отметил, что социальная сфера Лазаревского района динамично развивается. В 2016 году будет полностью ликвидирована очередь в детские сады. Мы за время подготовки к Олимпийским играм в Лазаревском районе построили две новых школы. Тичмай и Салахаули. Мы сейчас детские сады в Головинке построили. Это название пристройка было придумано мною. Увеличивать всегда лучше, когда на территории действующего детского сада. Почему? Сети есть, их не надо строить. Ну и денег меньше затрачивается. От 40 до 50 миллионов, чтобы построить корпус на 100 мест. Также мэр проверил, как идет ремонт газопровода в поселке Верхнеармянская Хобза. Благодаря этой трубе голубое топливо поступает в каждый дом сельчан. Завершить реконструкцию системы планируют уже к концу года. Игорь Кырп, телекомпания ФКТ.